Это Хабар 24, прямой эфир. 12 тысяч полицейских и больше 100 агентов спецназа работают в усиленном режиме в Южной Корее. После серии вооруженных нападений на прохожих в стране приняты беспрецедентные меры безопасности. Между тем, парламентарии намерены изменить законодательство для того, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. Подробности в материале Владислава Цоя. Я был несчастен и хотел сделать несчастными других. Так объяснил свой поступок 33-летний Чосон. 21 июля на станции метро Селим в Сеуле он начал нападать ножом на прохожих. Погиб один человек, еще трое ранены. Позже стало известно, что у нападавшего из-за низкого роста был комплекс неполноценности. К тому же ему не везло с работой. Дурной пример заразителен. После ЧП в метро начали появляться анонимные сообщения о готовящихся нападениях. Спустя две недели, 3 августа, в соннами 22-летний Чой Вон Джон на своей машине наехал на пятерых прохожих, а затем вышел из авто и ранил еще 9 человек. Погибла 60-летняя женщина. Полицейские выяснили, что Чою в 2015 году поставлен диагноз «шизотипическое расстройство личности». Он получал лечение, но три года назад отказался от него. Нападение на прохожих Чой объяснил тем, что его преследуют, и он хотел сообщить об этом миру. На следующий день, 4 августа, в городе Тэджон, мужчина напал с ножом на своего бывшего учителя и скрылся. Педагогу сумели спасти. А нападавшим известно, что с 2021 года он проходил лечение от шизофрении и депрессии. Всякий раз, когда мои дети уезжают за границу, я всегда говорю им, чтобы они были осторожны в странах, где разрешено носить оружие. Но теперь находиться в Южной Корее страшнее. Всего в стране полиция зарегистрировала 18 случаев нападения. 14 нападавших обвиняют в причинении телесных повреждений, троих в убийстве или покушении на убийство, и расследуют одно дело о нападении, повлекшем за собой смерть. Все эти инциденты встревожили общественность. Около 12 тысяч полицейских патрулируют порядка 250 мест массового скопления людей по всей стране и отслеживают анонимные сайты. Опубликовано уже больше 50 постов с угрозами. Многих авторов таких сообщений задержали. Им грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет, или штраф до 3700 долларов, в некоторых случаях больше 7000 долларов. Нынешняя обстановка представляет собой серьезную, чрезвычайную ситуацию. Чудовищные преступления против невинных граждан фактически являются террористическими актами. В соответствии с правовой процедурой мы будем проводить выборочные задержания и обыски тех, кто подозревается в хранении оружия или проявлении ненормального поведения. Парламентарии предлагают ужесточить наказание за убийство с применением оружия. Также депутаты считают, что необходимо внести поправки в законы для того, чтобы лица, получившие разрешение на владение мечами, газовыми баллончиками, электрошоковым оружием и арбалетами, продлевали свои лицензии каждые 5 лет. После нападений на прохожих увеличилось число людей, которые записались на курсы самообороны. По мнению экспертов, в Корее психическое состояние молодых людей ухудшилось из-за карантинных мер во время коронавируса и увеличения числа одиноких граждан. Еще одной причиной депрессии считают рост социального неравенства. В стране высокая конкуренция при поступлении в вузы. Не поступил, значит жизнь не удалась. Нет образования, тяжело найти работу. Не случайно Южная Корея занимает первое место по числу самоубийств среди развитых стран. В прошлом году добровольно ушли из жизни больше 13 тысяч южнокорейцев.